друзья всем привет как не мусор возить мне не нравится что вы только знали да но ничего так получается что там где нахожусь ничего нету это не в ту сторону которую я хочу но все из-за того что дальше есть у меня пчел сейчас я возьму это лавату в блоках окей говорит заезжай буду грузить тебя я так боюсь из колеса не пробить как он должен посигналить не сигналит он ничего надо к нему подойти наверное он сам идет вот так бы я наверное а задом сейчас секундочку подумали разобрались чем проблема была в том что я стал немножко не так как он хотел попросил чтоб я подъехал немножко поближе чтобы ему было лучше ложить видите такая ломата просто ужас а но еще и конечно же он спросил а сколько ты весишь я говорю 33 сколько ты взять можешь и говоря знаю что должен брать максимум потому что в прошлый раз помните с трубами я ехал только в бьют а это в билингс мы не ломай троллеры мне вот но ехать мало здесь 320 330 смель а это прямо в этом же городе где я был рапе сити называется с прошлого ролика этом выгружался и вот я постоял полдня до обеда и только вот это ломата ну смотрите платят тысячи долларов за вот эти вот мили там по 270 по 280 конечно бы никто не поехал потому что а что дальше загружать там в монтане если у тебя нету груза дальше так как дальше у меня уже есть пчелы даже уже прислали бумажки я попросил блин типа только давайте так что без обмана я еду туда диспетчера смотри чтобы не обманули нас что мы едем туда пчел нету не они не вот все нормально смотри и сразу же прислал мне уже бумажку на рейт-конформэш называть документы на пчел вот он прислал все нормально только за ними ехать там будет почти 260 отмель но за них платят по 3 бакса ровно там прям ровно 3 бакса за них пласть от точки до точки не как-то считают и вот такой платит вот поэтому может быть еще что-то коротенькое завтра загрузим там кто в те города что-то может будет когда строит ру называется по-английски напрямую доставку сделаем там четыре с половиной часа туда ехать и что-то вроде бы наклевывается не очень даже и плохо я хотел поэкспериментировать на восток страны на середину страны но и пока не получается наверное после выходных вот сейчас доработаю еще полтора недели отдохну и вот может быть потом поеду туда потому что уже как бы полтора недели сильно не поэкспериментируешь смотрите что у них на мусорке здесь использованные банки с подкраски наверно да порошковая краска да краска пейнт вот такая слава какие-то холодильники сплошные у меня похоже на алюминий грузит ладно сейчас загрузимся надо будет закрепить этот груз естественно и на сто процентов накрыть потому что если его не накрыть и будут ехать будет все лететь на них я потом такого эх ладно не буду говорить потому что думаю вы сами понимаете и 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 день прошло число сменилось ничего не изменилось я доехал выгрузка вон там где большой знак или повернуть налево закрыто было а вот видимо пару них там они плавят металл не было у них места чтобы заехать был закрыт этот точнее это не место а закрыты были ворота конечно же конечно же все порвало у меня как же без этого никуда если там такое острое дерьмище лежит как сказать папа помягче да но 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 и вам скажу вроде как она не разлеталась даже нигде поезд они ездят все утро дудят дают спать а так лень вставать такая погода мрачная вот здесь колеса торчит от машины я его решил протянуть чтобы он где-нибудь не отвалилась ну как ни странно я думал здесь порвется но там одеяло напорвалось вот здесь и вот здесь прям торчит кусок металла эх будем клеить это было порвано для этих ну все сейчас быстренько сворачиваем все расстегиваемся по одному ремню на пачке и поедем выгружаться время уже почти подошло можно включать локбук ехать выгружаться я боялся что я где-нибудь колесов по протыка и по этой свалке по поводу там катался ну не нормально как женщина и объяснила объезжаешь восстанавливаешься возле стопы знака снимаешь все свои ремни едешь вокруг вокруг это значится лот вокруг этого трактора и сейчас башенный кран о дофмал башенный кран будет нас разгружать я когда был наверху снимал одеяло он так смотрит на меня понятно им интересно почему ты одеяло одеваешь на мусор но они не понимают что я его накрывал но то есть они еще не знают потому что я снял за территории мне такое дно напрягает здесь валяется куча всякого мусора чтобы не протыкать колеса вот это для меня самое важное а так все я ему там помахал типа вот так он говорит да он так в ответ тоже махнул ну типа я показал что надо вокруг объехать он такой да я посмотрел там такие же блоки как у меня с мусором вот сюда их скидываешь тут дробилка она поднимается по конвейеру в одну дробит потом второе третье ну то есть измельчает на более мелкие фракции а это все вот эти вот фракции валяются а потом они знаю магнитом наверное отсеивают металл от всякого другого мусора пластика и тому подобного а этот другой мусор наверное сжигается как я понимаю ну типа пластик поролон вот это вот что у меня вот есть большая часть этого мусора а потом надо будет когда он поснимает все выехать и там щетки большие стоять почистить почистить трейлер женщина сказала обязательно почистить потому что беда будет потом типа жаловаться люди что там это все падает у них за территорией так тут такой как это как клуковица как тюльпан захват вот он должен посигналить мне ой это я а это у него сигнала нет это он стучит это он стучит вот лапками я думаю блин что я на железку наехал нет в общем и целом тут куча всякого барахла и автобусы и какие то вон части вагона там вообще мужики этими горелками режут цистерны большие на листы металла а я испугался я думал посигналит как то как и все другие люди сигналят не у него видимо будет конета пришел так я я когда подъехал на весы встал вышел она ну она мне так сказала типа придешь на весы встанешь и зайдешь в офис и берешь помадки она выходит говорит не встань на весы так же для тебя вес весила вместе с машиной а то я вхожу в тару я такой окей и все взвесился вроде бы вымал мусор хорошо но мне не нравится на этом прицепе столько канавок внутри там этих всяких технологических опций которые там вставляешь такие захваты чтоб цепи закреплять по другому и в них просто все заваливается весь мусор камушки стеклышки песочек все внутри этих канавок и сейчас этот мусор все канавки эти засыпал ну ужасно короче значит какой расклад короткого ничего нету окей поеду пустой меньше топлива потрачу значит за этот груз вышло 302 мили и 1000 долларов заплатили супер я считаю солнце село начинаем работать ну точнее ребята будут работать а я буду им помогать я приехал сюда в 4 вечера даже ну да наверное в 4 так лучше все сжало все летало я думал на улицу выйти ага выйдешь будешь покусан весь смотрите какая семья пчел осталось как жалко да не заползли они в домик дымарем все палеты обработали они уже спрятались они уже спрятались потому что они тут жужжали капитально вот видите но у них какие-то маленькие домики я вам скажу обычно на палетах по-другому они повыше стоят а эти какие-то поменьше ну сказали будет полный по 15 с каждой стороны палет я говорю вы знаете они так лываются не а не знаю я говорю ясно 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 чтобы это было в конце поле это маленькое уж так лучше а эти большие будут уже как ровненько идти ну да мы там Ну что, друзья, загрузился я вчера и уже даже отъехал, потому что рано она стартовала, вчера стемнело, ну и дальше по тех кто, понимаете сами. Вот, все сделали, ребята, помогли. Сейчас проверим, ремни, что были натянуты, потому что я уже отъехал где-то часа два. Было холодно ночью, поэтому они, собственно, и сидят внутри. Было где-то, знаете, сколько плюса? Плюс восемь. Я аж замерз. Проснулся, давай печку включать. Тут уже не кондиционер был, нужно печка. Вот. Попросил, чтобы эти маленькие, ну, вниз же были с конца, вы помните, да? Они все поделали, они очень удивились, как я так уголки эти ставлю. Обычно они доски хотят, чтобы были. Ну и вот они, виновницы того, что у меня опять нога опухла. Сейчас вам покажу. Жало до сих пор торчит. Не могу достать, ногтей нет, обрезал ногти. Видите? Опухла опять моя нога. Вот торчит одно жало. Не могу достать. Поэтому ребята у нас и отказываются их возить, потому что кусают. Меня только... А, еще и за палец укусил, а мне тут палец вроде не опух. Вот здесь еще укусил. Поэтому ребята в компании отказываются возить, что кусают их. Не знаю, я такой довольный был, типа, о! Меня не кусают, не кусают. И как раскусали мне ноги. Я просто... Ну, не кричал, но было больно. Капец. Вот, такие вот дела. Остановился быстренько на Рестерри, сходил в туалет и... Едем дальше, потому что, помните, с ними стоять много нельзя. Сейчас будет вылетать. Все, поэтому погнали. Увидимся на дороге. Приезжаем в Айдахо. Бесалайо. Загорается красным. Припас отключен. Загорается табло на дороге. Тракмак to exit to a scale. Окей, я хотел бы посмотреть на того инспектора, короче, который полезет под низ... Так, empty здесь, low здесь. Который полезет под низ трака с пчелами. Вообще будет возле трака лазить. Вон, я уже медленно еду, а пчелы начинают летать. Я остановился перед выстайшеном. Пошел, посмотрел, все ли у меня в порядке. Там нигде ничего не сваливается. Но я не могу притронуться к страпам. Подойти даже натяжение их не проверить. Потому что пчелы летают. Они уже активно начинают вылезать. Уже тепло для них. 76 по Фаренгейту. Сколько? Ну, игрался в 18, наверное. И все, они начинают активничать. Так, она замедлится. И будем потихонечку подкатываться к весовой. Вот. 5 миль, надо катиться. Я уже топливо сжег. Бояться нечего, что перевес. Они, кстати, не показывают. Там вот видите, два красных нолика. Они у вас могут моргать. С правой стороны маленькие. Там должен вес показываться. Но я его не видел. Он не показывался, не менялся. Ну, все. Если ничего не меняется, значит, можно ехать. Но обычно должны быть такие таблички, типа, Go to Exit, Go to Interstate. А если ничего не меняется и красного нету, либо стрелочки куда-то там свернуть, либо надписи, типа, на парковку, то все окей. Так, здесь надо сюда выезжать. Вот, тут же стрелка есть, знак Exit. И так все. То есть, весовая только на одной стороне. Вот видите, там едет International. Тянет другие International. Тоже едет на весовую. Вот так, вот видите. Мы должны всех пропустить. Это не на Interstate дороге. Дорога на Interstate следующая. Инторношно. Один мост подтянутый. Так, там машина едет. Ну, собственно, все. Так, сейчас пропустим там джип. И сможем повернуть. Поэтому, как мне кажется, в одном случае с пчелами хорошо ездить. Вряд ли остановят на проверку даже документов. Ну, так, если позовут в будку с документами, скажут, давай, иди. А так траку вряд ли будут они подходить, потому что будут бояться. Но я вот задумался, у меня в Калифорнии будет Агрокалчуре. Я поеду через траки. Через озеро Тахо. Это той дороги по 80-й. То там Агрокалчуре есть. Ну, там я не ездил ни разу еще. Я постоянно через Лос-Вегас ездил. То, когда в Калифорнию возил. То не знаю, как там будет. Ну, все будет нормально. Главное, чтобы долго им держали. Это обычно полчаса занимает. А иногда они прям там копошатся долго. Около часа. Вот. Ну, надо, чтобы стемнело, попрохладнее стало. И тогда пусть копошатся. Все нормально. Едем. Едем, едем. И скоро приедет. Погода классная. Тепло. Но не надо, чтобы было жарче. Потому что тяжело ехать. Через часик. Вот, ара, будем уже останавливаться. Надо отдохнуть. Полчаса с реченой вообще много нельзя стоять. Вот, минимум полчаса. И потом, ближе к вечеру, надо будет заправиться. Потому что топливо закачивается. Вот. Отлично. Мы요. Доброе утро. В целом, что вышло, выгрузился я пчелами, ночь была, не снимал ничего, темно, пчелы вон летают, какие-то поотбивались, укусили, я все говорю, укусили, а вы мне поправляете, ужалили, да, пчелы жалят, у них жало, у них зубов нету, вот сюда вот, вот здесь вот, надо выдавить, наверное, да, там кузак, он еще торчит, жало, ужалила пчела здесь, ужалила пчела здесь, короче, инвалид я сплошной, все, выкинул я этот груз, ребята помогли, смотали сетки, молодцы, что это такое, я не знаю, вот, смотали сетки сами, я быстренько все подскладывал и отъехал, честно, тяжело, потому что пришлось с ними повозиться и кусаются они, вот, нога опухла вся, но уже немножко отек спал, ну, смотри, здесь, здесь, вот, вчера вообще перетекла лодыжку, все, аж сюда, аж пальцем невозможно было согнуть, но вроде сегодня уже отек стекает, но я заметил где-то в среднем два дня, сильно болит, а потом уже проходит, я отъехал от них, потому что сейчас жарко, там бы эти пчелы все летали, я бы вообще не смог выйти на улицу, поэтому я собрался и отъехал где-то примерно 8 миль, вот нашел этот пустырь, колесо, вот я смотрю, колесо вот это вот страдает ужасно просто, видите, как оно стирается изнутри, вот, вот, вроде типа колеса еще окей, но вот страдать начинают внутренние кромки, не на всех колесах, но на некоторых, там перекрестная лось так же идет, вот, что вышло, вышло, по идее, за пчел платят нормально, относительно нормально, там по 3 бакса стараются платить, но пока ты к ним доедешь пустой, непонятно откуда, потому что не было груза никакого в ту сторону, я говорю, ладно, меньше потрачу топливо, сожгу, когда пустой поеду, и время не меньше потеряю, в итоге пришлось там ехать 300 миль, плюс 1280 сам груз, от точки до точки, того, получается 1580, а груз стоил 3500, вот, одно на другое разделите и посмотрите, сейчас есть груз, тоже, было прикольно, что-то в районе досок, куда-то там на Орегон, 120 миль до пикапа, и 500 с копейкой с доставкой, ну, там, что около 700 получалось, платили 1700, вроде бы неплохо, но я не люблю в последнее время ездить ни в Вашингтоне, ни в Орегон, оттуда грузов нету, только на Колорадо бывают грузы, либо, куда-то еще, короче, есть, ну, в основном, на Колорадо тяжелые, в последнее время там всегда была кровля, но за нее хоть раньше платили по 2,7, сейчас за нее не платят там 2,3, наверное, 2,2 в среднем, ну, думаю, ладно, окей, заедем туда, там возьмем кровлю до Колорадо и все такое, но там груз отменился, вот, прям, как другие рассказывают, ты берешь груз, договариваешься, бла-бла-бла, проходит время, ой, сори, клиент отменил груз, так же самое было и у меня, только диспетчер взял, через пару минут пишет, они отменили, прислали, что клиент отменил груз, ну, окей, и тут, получается, другой есть у меня груз, мед отвезти по Калифорнии, надо поехать, только они вечером загрузят, ехать сколько, ехать 3 часа, много, почти 200 миль, надо в Санта-Мария город спуститься, это возле побережья недалеко, в Калифорнии, и там вечером загрузят медом, а изначально было пчелы, нужно было пчелы из Санта-Марии в Арбакало, Арбакало там, ну, так, чуть выше Сакраменто, по пятерочке находится маленький городок, там обычно рис выращивают, ну, не в самом Арбакле, может, там дальше и сады есть, но я знаю, что там рис дальше выращивают, там Акма, фирма такая есть, рисом занимается, вот, потом узнали все, говорят, не, на пасеку позвонили, там все узнали, говорят, не, это будет мед, но за мед хотят, ну, он тяжелый, зараза, еще и меньше платить хотят, 1400, поэтому окей, едем, 2400 мед повезем, и потом уже на выходные в Колорадо есть груз, там относительно неплохой, не знаю, что, правда, нет подробностей, но вроде, типа, диспетчер уже взял наперед, там 2,950 заплатили за 1280, 250, наверное, 8 вместе с Deadhead, Deadhead 100 миль, ну, с Лотропа, наверное, доски будут, я вот говорю, в Колорадо либо доски, либо кровля, но ехать в Форт Коллинз, он находится сверху, над Денвером, то ехать через Вайомик более приятно, чем ехать по 70-ке, по горам, как козел скакать, там много топлива жечь, короче, я уже скоро домой поеду, эти волосы исправим, я был в Волмарте, там была парикмахерская, но там одна бабулька работала, и очередь была, я не стал ждать, потому что я загружался, ехал, поэтому, ладно, исправим это потом, главное, чтобы все получилось, чтобы мне подменяли грузы, но с учелами, как бы, тут все ровно, они вроде не такие, что сначала дают, а потом, ой, извините, меняем, ехать, потому что 200 миль, хотя эти обычно брокеры могут тебе не заплатить, как было у меня с металлоломом, который я первый начал вести в этом ролике, то там же интересная была история тоже, сначала мы даем, ой, я приезжаю, ой, ну, типа мы не даем, платить они, естественно, тоже не хотят, ну, да ладно, вот, сейчас поедем, загрузимся, будем работать дальше, осталось мне, сколько, полтора недели и домой отдыхать, неделю будем дома, много чего надо поменять, сделать с машины, надо фильтра купить, закончились для машины, потому что масло уже поменят скоро, через 10 тысяч примерно, поэтому нужно заказать фильтров домой, чтобы приехали к тому моменту, когда я буду дома, чтобы забрать их машину, партию, и потом заехать поменять, колеса мне пока что не получаются перекинуть, вот есть индусы в Паттерсоне, быстрые ребята, которые хорошо делают их, мы часто заезжаем, но это надо ехать к ним специально, то есть мне не по дороге сейчас, а на выходных, на выходных, пятница, суббота, воскресенье, вот не помню, есть ли по дороге где-то отдельно стоящая спидка, может, посмотрю, поищу, может быть, заеду, поменяю, просто там они за то, что снимут колеса, перекинут колеса, они денег хотят, а индусов там по стандарту, условно говоря, 80-х там 100 баксов стоит, чем после перекинуть, поменять, а эти американцы там этого прикрутят, того прикрутят, майтанинцы еще, типа там партии, ну как они всегда любят всякой фигни подобавлять, и в итоге получится как это больше, ладно, сейчас будем выдвигаться, у меня точного адреса пасеки еще нету, просто город, но я тогда не поеду до конца него, чтобы потом не крутиться, не взад-вперед, где-то рядышком стану, поем, что-нибудь приготовим, и да, есть, не было времени, мы сейчас картошечки поджарим, вот, и все, ну ладно, это будет чуть позже, а пока что давайте отправимся, поедем съездим, коварные эти пчелы, и что-то им не нравится во мне, кто-то мне писал из вас, что пчела жалят там, где тебе болит, но у меня ноги не болят, я не знаю, почему они мне жалят именно в этих местах, я понимаю, отчасти потому, что там легче прокусить, у меня, я высокий, костюм сползает с ног выше, я носки натягиваю наверх, а носки тонкие, они прокусывают, двое носков одевать, нужно же летом его на с ума сойти, двое носков ходить, ну, либо костюм другой надо купить, который застегивать, вот я увидел мужиков, либо у них ботинки высокие, такие прям по щиколотке, выше щиколотки получаются, под половиной колен, либо надо, чтобы штаны свисали и там на этом, на резиночке так это подтягивались на ботинках, то есть они такие были длинные, закрывали себе ботинок, одно из двух. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы еще не доехали, смотрите, сколько уже пчел летать начало вокруг его погрузчика. Там парень, Даниил, он должен меня загружать. Он мне сказало, что там узкая дорога, извилистая, но я подумал, что это, что мы проехали, но я смотрю, дальше там гравейка какая-то идет, я на... А там, наверное, такая узкая и нехорошая. Ну, давайте я пускай. Так, она уже людистая, а я даже не вижу. Вот, видите, там целый контейнер пчел. О, это капец, он тяжелый будет. Главное, чтобы он не высоко грузил. Один контейнер полностью груженый пчел, и второй контейнер полностью. И там еще с боков стоят эти пчелы с медом. Вот там. Короче, капец. Капец, капец, капец. Тут Данила мне порассказывал немножко. Вот он меня грузит, и он тут мне рассказал, что есть что. Говорит, бери, мед ковыряй пальцами. Если хочешь, ешь. Я говорю, не, не хочу так, с рамки. Но они уже угомонились, видите, не так активно летают. Уже стемнело, и все. Они уже стали поспокойнее. Тут есть какие-то пустые улики, какие-то полные, он сказал. Но все по-разному. Вот. Я у него... О, паучок какой-то. Я у него расспросил, он говорит, здесь медведь есть? Здесь медведь, говорит, там дальше нам, говорит, Улья попереворачивал вчера. Говорит, смотри аккуратно, ходи. Я такой, окей. И там кто-то просто в кустах шарится постоянно. Вот там вот. Кто-то шарится прям конкретно. Я не знаю, я боюсь. Не хожу с этой стороны. Хожу с этой стороны. Вот. Здесь вот есть с медом. Какие-то без меда. Он сказал, что они не тяжелые должны быть. По 900, по 800 одна палета. И он хочет 38 палет мне загрузить. Спрашивал про вес. Я ему все рассказал. Вот там, видите, те большие. Только я не знаю, как это пойдет все. Поеду по другой дороге, че что? Объеду. Чтоб не ехать через весовую. Поедем по другой дороге. Я у него порасспрашивал, сколько стоят эти вот услуги опыления. Я говорю, вот я там спрашивал. Говорит, 80 тысяч долларов. Он говорит, да. Может быть такая цена. Но, говорит, не факт, что он тебе заплатит, говорит, эти деньги. Говорит, ну, в основном ребята из Индии. Бывают, говорит, обманщики. Что не платят хоть вообще целый год. Ты работу им выполнил, они не платят целый год. И потом, говорит, еще звонят тебе в следующем году. И говорят, типа, ну что, ты привезешь мне пчел еще? Он говорит, ну, типа, окей, привезу. И потом уже подписывают бумагу, там, прям конкретную. Что если ты не заплатишь за этот и за прошлый раз. Так, подожди, пчела села. Берем ее аккуратненько. Вот. Да, говорит, у тебя уже землю заберу. Он такой, они уже соглашаются тогда, все. Вот так. Но, говорит, да, такие услуги, типа, стоят так дорого. Но, говорит, не все могут заплатить. Могут целый год тебе эти деньги выплачивать, там, потихоньку. По пару тысяч, потому что все тоже, типа, бедные. Ну, в основном все в кредит берутся. Вот эти вот все фермерства, которые делаются. Они деньги берут на посевную, на сборочную, на топливо. Вот эти все деньги в банках. Потом собирают, продают продукцию. Только потом деньги отдают. То есть, откуда у них деньги, если... У них же, ну, как бы, если это нефтевышка качала, то это был постоянный доход. А так, это же сезонная работа. И вот он говорит, что пчел стало все с каждым годом больше и больше. Тем более сейчас. Что ты мед продаешь, собираешь. И вот эту услугу оказываешь по полению садов. Говорит, что в Калифорнии можно очень мало меда собрать. Даже иногда вообще не собрать. Потому что, ну, говорит, тут цветение такое, что медом вообще мало может выйти. А вот когда отвозишь их туда, в Северную Дакоту, в Вайомин. Говорит, сейчас начали в Вайомин, говорит, возить этих пчел. Там, говорит, что этих... Садов, не садов, а цветочков больше. И этот, как его. Там вот уже мед собираешь. Там уже собираешь мед. А так как там уже суровые зимы, что она промерзает, пчелы замерзнут. Их надо в ангаре тогда хранить и накрывать в тепле, чтобы они были. Как я вот и грузился в Паршелле. В городе Паршелл в Северной Дакоте. То он говорит, надо их привозить сюда в Калифорнию. Во Флориду, в Техас. Во Флориде, говорит, там вообще постоянно круглый год что-то есть. Есть из цветения. Потому что там сыра, говорит, и очень много всего есть. Всяких этих цветов и тому подобного. Поэтому, говорит, туда проще завозить. Вот. Ну, мы так с ним побеседовали, по-русски говорит. Он родился здесь, живет в Сакраменто. А до этого он был в Дакоте, работал. А сейчас это, говорит, его уже пчелы. Тут есть... Я у него спрашивал, говорит, здесь есть пластиковый, а есть деревянный. Говорит, да. По-разному говорит. Ну, я так немножко интересуюсь. То, что мне интересно. Блин, чтобы только медведя никакого не встретить. Кто-то там копошится постоянно. Так, ну что, друзья. Я приехал. Вон там мужики уже выгружают. Только они... Только они не боятся. Вон в шортах майки лазят. У меня настроения не буду на съемки. Потому что, посмотрите, что с меня стало. Это кошмар. Пчела укусила вот сюда. Вот тут шишка маленькая. Ну и, короче, оно все вот так вот поплыло. Сначала нос опух, потом под одним глазом. А вот так вот пошло, мигрировало. И вот сюда по вторым глазам. Короче, ужас. Просто ужас. Другая неприятность у меня перевес. Не скажу сколько, потому что нельзя такое говорить. Сейчас идут переговоры по поводу того, чтобы что-то доплатили сверху. Потому что так ездить нельзя. Вот. И нельзя говорить такое на ютубе. Пойду помогать им снимать. Надо потому что быстро сделать и ехать загружаться следующим грузом. Поэтому пойду работать. Ну, потом что-нибудь расскажу вам, как, что произошло. Надеюсь, больше не укусят. Вчера укусили за лоб. Укусили за шею. Ну, когда я говорю укусили, это подразумевается ужарила пчела. За шею, за ногу, за левую и за правую. В тех же местах, где все, у меня и опухают они. То есть, где штанина и носок вот там вот сходятся. И они прокусывают меня там, где носки. Надо другой костюм покупать, если этим заниматься. Но, капец. Глаз так опух, что он немножко прикрывает. Мне неудобно видеть. Утром, когда ехал, вот так вот открывал его, чтобы было видно. Потому что очень сильно мешал. Он не хотел одевать костюм. Говорит, что все нормально. Я делал только на голову. Его, смотрите, пчелы покусали. Но он говорит, что нормально, это полезно. Пойдет одеваться, сказал. Сильно кусаются они. Ну, конечно, сильно. А эти, вон, смотрите, вообще импорты. Тоже ходят вдвоем. Все нормально у них. А он наверх полез. Там улей открытые вообще сверху. Надо торчить. Проехал я 570 миль. 200 пустых и вот 370, получается, груженых, да? За груз изначально платили 1600, потом передумали 1400. Но по новым реалиям заплатили. Я хотел 2000, заплатили 1900. Моя ошибка. Дольше такого не буду делать. Нельзя доверять. Веришь вроде людям. Все. Но нельзя верить. В Америке нельзя доверять. Особенно, скажем так, своим русскоговорящим. Это как первое правило нужно запомнить. Вот. Едем загружаться в Атроп. 92 миль вроде бы. Да, 95. Какие-то материалы. Билдинг материал. Не знаю, что будет. Посмотрим. Поедем в Калараве. Вот. Сейчас не холодно, не жарко. Просто тепло. Это за Сакраменто я нахожусь. Городок назывался. Ой, даже не вспомню. Где ж мы находимся? Не помню, не скажу. Сори. Два маленьких городок. Вот здесь занимаются пчелами. Два мексиканца были. И дальше там, не помню. Вроде бы украинцы были ребята. Быстро выгрузили. Я попросил, чтобы побыстрее разгрузили меня. Потому что есть следующий груз. Они сказали, да, хорошо. Внутри сейчас освободи место и все сделаем. Не обманули, сделали. Как я и просил. Так все нормально. Я, естественно, слаживал свое все. Сетки сам поскручивал. Ну, как это мое, моя работа. Ремни. А они вот потихоньку возили эти палеты. 36 палет было очень много. Больше на слово не поверю. Никогда. С пчелами так тем более. Подождал полчаса буквально, пока мне сказали, что подготовят груз. И в два погрузчика, видите, только я заехал. И уже 6 палет поставили. Поэтому все быстро. Здесь, вот видите, там тоже флотбет загрузился. Он, правда, долго. А, нет, я приехал, он одевал ремни, а сейчас он уже накрывается. Вот это восьмерка у него. Хотя, не, наверное, шестерка. Наверное, шестерка парка. Вот, всякие драйвены приезжают здесь, что выгружают, загружают. А у них там склад большой и все вот такие вот материалы. Какие-то в рулонах, на палетах. Вот, как называется материал. Видите? Вот тут вот много всего другого интересного. Не любят, не любят с камерами нас. Не будем мешать людям. Капец. Капец. Я как с большого бодуна. Боже ты мой. На кого я похож? Вот, ладно. Это все ерунда. Сейчас этот отек спадет через 2 дня. Но уже день остался. Запарковался передом. Лень было парковаться задом. Хотя мог бы развернуться, выехать и заехать задом. Но ничего. Сейчас будем так же выезжать обратно. Сегодня суббота, утро. Надо пойти в душ сходить. Перед поездкой день будет длинный. Но между тем везде успеваю. Как раз на 2 дня. Там даже миль меньше я посмотрел. Это 1265, 185 я смотрел. Это с дедхедом. То есть с временем до пикапа 100 миль мне было. Вчера тоже там писал брокер. Типа, во сколько ты хочешь приехать. Я написал ему, что приеду в час 20. Все, загрузили. Вот все нормально. Никто ничего не сказал. И буквально в 2 минуты я вот доехал до Рокстапа здесь. Сейчас мы еще заправимся с утра. Топливом. И поедем. Меня все шарахаются. Везде. И на загрузке смотрят. Смотрю на меня так косовато. И здесь. Короче, ужасно. Ужасно. Я говорю, как на бичах похож. С подмагазина. Ладно. Сейчас быстро полоснусь и поедем работать уже. Как последний удар все пластики. Да? Пишите в комментах, на кого я больше похожа. На квира. Ладно. Все. Продолжение следует. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всю дорогу, ветер боковой, с правой стороны, все сносит и сносит. Погода, видите, сами какая, не совсем благоприятна для того, чтобы на выходных снять брезенты подкладывать. Я это уже еду и думаю, наверное, не первый час. Но тучи, тучи, тучи не очень хорошо, потому что если начнется дождь, потом придется долго объясняться, почему он мокрый и когда я его снял. Не хочу. Было лучше завтра помучаемся с ним. Завтра вот, заправил 80 галлонов, здесь топливо было по 3.20, это уже с учетом скидки, без скидки 3.86, топливо бы 0, хорошее. Тут сколько получается? 68, 66 центов скидка. Вот, все окей, залил, полные баки, видите, топливо и деф, все, едем. Видите, добрался я, вот это, Bacon Building Products, таких компаний много, с Bacon название. Что-то я не хочу снимать тарпы, видите, какая туча, поэтому не будем рисковать, хоть оно и на улице будет лежать, потом зачем, много вопросов будет. Так что вот так вот буду стоять, завтра ранненько проснусь, во сколько они там начинают работать, посмотреть надо еще, еще не знаю. И все будем делать. Заезд какой-то крайне неудобный, нет, не отсюда, а там вот оббежать надо было так это узко неудобно, что странно очень для такой компании. Но у них вот такие грузовики, видите. Здесь с манипулятором, с краном. А вот дырочка, к которой он говорил, протяло там одеяло и порвало. Стрела манипулятор. Вот, так что так, ладно. Буду отдыхать, уже седьмой час, завтра будем выгружаться, поэтому до завтра. Эх, вот я утром встал, выгружают мужики. Нехитрым способом, один подвозит, а другой завозит. Снимает с машины, подвозит сюда, а этот завозит равно тут. Хранят у него на складе внутри, поэтому нужен был тарт. В документах там везде было написано, что нужны уголки, конвер протекторы, и нужны тарты. Брезин. Поэтому не зря, все это не зря. Если надо, то надо. Хоть оно и в пленке, хоть и это цена пленка. Нет, нет, нет. Рабах. Сигналит. Нет бы палетку вот эту маленькую убрать сюда в сторонку, и было бы ему удобнее ездить. Ну ладно. Не мне же его учиться. Вот, значит, что вышло. 1206 миль. Я не знаю, как-то я меньше поехал. Я думал, я поеду чуть-чуть больше на 80 миль. А нет, я построил 1206 миль за 2 950. Не 3, а 2 950. В целом неплохо. Миль немного. Ехал я 65, не ехал 70. Ветер был сильный. Ехал 70, еще был расход. 7,1 был расход. Это, считаю, плохо. 7,3 и что и выше, это как бы хорошо. Но из-за этого вот горба, который сверху был наставлен, вот из-за него такой расход отвратительный. Я сегодня с утра так лениво было вставать. Вчера дождь был. Хорошо, что не раскрывал. И встал. Ну, уже после даже 8, ближе к 8, по 8, по 8. Встал, раскрыл, пошел, узнал, все. И вот выгружают. Пока ничего дронового нету. А это уже будет в следующем ролике. Поэтому всем спасибо. Кто досмотрел, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь. Тут с YouTube всякая ерундистика происходит. Кто его блокирует, кто не видит ролики, не выпадает людям. Короче, ерунда какая-то. Поэтому сделайте все эти действия. Подпишитесь, напишите комментарий. Поставьте лайк ролику. До новых встреч. Увидимся через неделю. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok